Телеканал КРТ представляет Телеканал Криво, здравствуйте. Здравствуйте. Можно сказать, вы один из последних журналистов, которые при режиме Порошенко подверглись гонениям и репрессиям. Все мы помним, как обыск в вашей квартире проводила СБУ. Это уже было вот-вот уже будут скоро выборы, можно сказать. И все уже понимали, что Порошенко может не остаться при власти и дальше. И вот мы видели, как тогда все журналисты включились, чтобы вас ни в коем случае не арестовали. И вот после всего этого я вот просто хотел бы вас уточнить, а почему, собственно, вот вас, вот с вашей точки зрения, именно хотели привлечь к ответственности, хотели арестовать? То есть в чем как бы смысл, по каким статьям вам предъявили обвинения? И вот как вообще вот с этой ситуацией? Объясните, пожалуйста. Ну, я обвинен по части 2 статьи 110. Это посягательство на территориальную целостность Украины. Меня обвинили в том, что я способствовал отрыву Крыма от Украины. И всем вот этим я как бы занимался. Это такой же бред, ну, строго по анекдоту. Вы можете обвинить меня и в изнасиловании, на том основании, что у меня есть соответствующий аппарат. Вот это вот приблизительно та же самая картинка. Если бы я мог оторвать Крым от Украины, ого, чего бы я наделал, чтобы я у кого и поотрывал бы, и попрышивал куда-нибудь. Поэтому трудно сейчас сказать, почему именно меня и почему именно вот буквально за 3 недели до первого тура, или там за месяц до первого тура голосования. Скорее всего, и накал критики Порошенко был таков, что им нужна была сакральная некая жертва. Вот они после убийства Леся Бузины, который спас нас всех, кого они обрекли на смерть, на 4 года они заткнулись. А теперь мы только получали все какие-то сообщения, что, мол, заткнись скотина, ты следующий. И вот решили, видимо, окропить снежок красненьким перед выборами. А вот с вашей точки зрения, а вот почему именно вас выбрали в качестве вот этой жертвы, в конечном итоге, там уже все же понимали, что вот под выборы сделать вот какое-то такое вот громкое уголовное дело. Ну в чем смысл? Должна, может быть, была какая-то причина, может быть, какая-то статья, может быть, какое-то высказывание в СМИ? Нет, ничего подобного не было. Мне, в основу моего обвинения, положены статьи, написанные в марте 2014 года. То есть 5 лет они никому, до 2019 года, почти 5 лет они никому не мешали. И не мешали только по той простой причине, что у меня на руках есть заключение эксперта из Академии СБУ Украины, в котором черным по белому сказано, что в этих моих статьях и во всех статьях других нет призыва. И поэтому они не знали, как поступить с этим, потом набрали каких-то уродов, которых вы могли видеть там, значит, во время обыска. Они пришли и сказали, да, он призывал. Нарративы и маркеры российской пропаганды в нем сквозят, на лбу написаны. То есть 5 лет, получается, было все хорошо. 5 лет не было никакого там, это самое. А вот и вдруг, вот через 5 лет, все-таки решили сотрудники служебезопасности, что там зрады. Поэтому я еще раз говорю, обвинение по сути, часть 2, статья 110, после гадекства, это ширмочка, крышечка, отмазочка. Там был некий другой вариант. Скорее всего, щелкнуть кнутом и напугать всех остальных. И, видимо, план менялся по ходу. Сначала меня решили арестовать, потом решили не арестовать, благодаря тому, что было вот там несколько, 20 камер, и вы там были под дверью. Они просто элементарно вас испугали, за что моя вот благодарность всем, кто проявил эту солидарность, и после больше его никогда не проявлял. А тогда это было спасение. Потом решили поменять сценарий похода и послали парней с битами ко мне в больничку. Видимо, решили, что мало. Тут абсолютно все. И месть этого толстого шоколадного барыги, и всех остальных, кто при нем, и кого я чмурил, потому что я считал, что, в общем-то, говорить, что они дебилы, это общественно значимая информация, а я, как журналист старой школы, не имею права этого утаивать. Не потому что... Они мне не нравятся. Но если я журналист, я должен, видя перед собой дебилов, воров, бары, коррупционеров, я должен об этом говорить. Ну, так меня учили. Я же, как бы, старый человек. А им это не нравилось. Вот там было желание запугать, желание отомстить, желание показать, что может быть с каждым, кто вот сейчас перед выборами не заткнется. И вот этот огромный конгломерат вот такой вот слился в то, что вот, в общем-то, ко мне прислали меня грохнуть. Видимо, для пущей важности. То есть, когда вы были в больнице, к вам, я так понимаю, кого-то вы подослали уже? Правильно я понимаю? Да, они уже подошли, они подошли, сидели, видимо, группировались и ждали отмашку в три зеленых свистка. А меня разбудили, сделали капельницу. Я много раз об этом рассказывал, но мне показали, посмотри, ты лежишь, а вот смотри, что делается. Потом они бегали, улюлюкали, там гнались, но я смог при помощи своих друзей, так сказать, сесть в машину, а там такой спуск, там на Подоле фиг догонишь. Воронеж фиг догонишь, как говорит. Они не догнали, и потом не нашли. А потом появились определенные люди, которым, конечно, которым неприятно и невыгодно, чтобы я рассказывал, что творится в Украине. Потому что это был правовой беспредел. Я действительно был последним из журналистов, на которого так по-крутома наехали. При Зеленском наезжают по-другому. Обливают, бьют, запугивают, но, в общем-то, пока не сажают. А вот Пашу Волкова вообще оправдали окончательно и бесповоротно. И я, конечно, его с чем поздравляю. Это большой успех, это светлый день в истории Украины, который может быть темным, стать и очень темным, потому что они теперь могут всегда говорить, видите, мы же оправдали Павла Волкова, когда он был не виноват. Оправдали, значит, у нас есть правосудие. И второе, если все остальные сидят, если Скачко за границей, если Кирилла Вышинского на нем висят статьи, если Муравицкого чмурим, если всех остальных чмурим, если у нас Кацаба, Василец и Тимонин висят на крючке, значит, они виноваты. Вы же видите, вот Волков не виноват, его отпустили, а эти виноваты, мы их будем дожимать. Это хитрая Уолка. Там в администрацию президента пришла какая-то хитроумная падаль, вот которая отслужившая. Если это Миша Подоляк, то это очень похоже на него. Это вот иезуиты. Они ничего не могут, но вот намутить, намутить вот, извините меня, некую субстанцию после дрожжей в нужник, они запросто. В итоге в этом смраде, в этом аромате теряют... Еще такой вопрос. А вот если вот мы возьмем просто и перенесемся вот в эту предвыборную, так сказать, гонку и так далее, то есть вот за месяц выборы, первый тур, второй тур получается потом за ним. И вот как вы думаете, может быть такая вот акция устрашения, она была направлена для того, чтобы журналисты перестали критиковать Порошенко, те, которые его критиковали, потому что, я так понимаю, не должны были испугаться того, что с вами может случиться? Однозначно, однозначно. А тем более, ну вы же понимаете, из тех, тут еще есть какой-то очень как бы неприятный для меня момент, потому что он мне говорит о моем возрасте. Из тех журналистов, которые в 88, 89, 90, 91 году боролись как бы за независимость Украины, как это называется, остался я один. Остальные все, которые вот сейчас сверестят и рядятся в патриоты, и, так сказать, трусы из вышиванки носят в виде масочки против коронавируса, а они же ведь были маленькими. Тут была проблема. Моя гордость и мое проклятие в том, что я был первым. А первый бывает только первый раз, остальные вторые и третьи. Вот почему вот эта вся журналистская мешкуха, которая потребовала 22-го класть февраля 2014 года. Они пришли к власти, а 24-го числа они опубликовали персоны Нонграда в информационном пространстве, и там моя фамилия была. Они завидовали, они прекрасно понимали, что первые это первые, а все остальные это вторые, третьи, сорок девятые. Это была занятость, месть, тщеславие, мерзопакостность. И, конечно, вот в таком, в такой ситуации посадить, ну, назовем это скромно, не скромно, извините меня, знакового журналиста. Это говорит о том, что, ага, какие мы все сильные, заткните рты, потому что, если его посадили, то вы только представьте, что мы с вами сделаем. Если это было так, то это вообще мерзость, высочайшая мерзость, бросать одного человека, старого, в эти жернова, чтобы наказать всех молодых. Это реально подлость высочайшей, так сказать, степени и меры. Но они вот на это решились. Конечно, главная цель того, что со мной произошло, это запугать всех остальных. Поздно, но запугать. Ведь, по большому счету, выбрано было за несколько недель до первого тура. Запоминается обычно критика, та, которая последняя. Влияет на голосование, то, что слышит человек последним. Вот чтобы все молчали, и было это задумано. И вот так и получилось то, что получилось. Я в этом не сомневаюсь. Потому что, я еще раз говорю, обвинять меня в сепаратизме, ну это бред собачий. Ну просто бред вот собачий. Или, я не знаю, или порохоботячий, или сарасячий. Вот эти вещи могут быть... Понял, понял. А вот расскажите сейчас, на каком этапе ваше криминальное дело? То есть, идут какие-то суды, не идут, наложили арест, может быть, вас уже объявили в розыск. То есть, все вот эти процессы, расскажите, пожалуйста. Мой пример, это типичный пример, как неугодных людей режим Порошенко, а теперь и режим Зеленского, навсегда удаляют из Украины. Решением Херсонского все того же суда, я объявлен... Решением МВД я объявлен в розыск, якобы по запросу СБУ. Решением суда мне избрана мера пресечения содержания под стражей. А на стадии досудебного расследования, в силу того, что меня нет, досудебное расследование остановлено, и никакие действия не производятся. То есть, я объявлен в розыск, я могу в Украину появиться и сразу попадаю в тюрьму на стадии досудебного расследования. А когда оно возобновится или не возобновится, это никому неизвестно. Потому что, ну, вы же сами знаете, вы сидели больше двух лет. Кацаба, еще кто-то, Муравицкий, вот уже шел второй год, Павел Волков сидел почти два года. Это все может... То есть, вот такая штука, что я могу в Украину вернуться только в тюрьму или не вернуться никогда. А чтобы я не мог ничего вообще делать где-либо, наложено ограничение на мое все имущество. Мало того, что отобрали компьютер, там, ноутбук, телефон, так они еще наложили арест и на квартиру. Европейский суд по правам человека признал, что я политически заключенный и что я лишен возможности защищать себя правовыми мерами. Ну и что? Каждый выполнил свою функцию. Меня выгнали из страны, демократы из ЕСПЧ признали, что это незаконно, а на Украине не переслали этот вывод. И Украина сказала, ну а мы будем судить его по своим законам, он же у нас Крым оторвал. И все вроде бы целы, а я изгнан из Украины к сожалению навсегда, что самое печальное. Потому что мне говорят, ты можешь вернуться на танках. На каких танках? На каких танках? На игрушечке? Я не умею играть. Я чайник компьютерный. Вот это самое страшное. Получилось, что вот как бы, ну я не знаю, я как историк могу напомнить, что были такие ленинские пароходы, поезда, которыми, людей, которых как бы побоялись расстрелять в репрессии, их выслали и выслали навсегда. А когда они вернулись, выжившие в 40-х, в начале 50-х годов, их отправили доумирать в концлагеря. Вот такая вот штука. И они говорят, что они антикоммунисты, антибольшевики. Да нет, они по части расправ с неугодными, они лучшие выученики ОГПУ, НКВД, КГБ. Ежов с Берией, могли бы им позавидовать и поучиться. Потому что это круто, это понятно всем. Оторвал у Украины Крым. Конечно же, его сажать. Сидит какой-нибудь дебил. Имеется в виду, Турчинов, получается, не при делах. Те, кто принимали решения, не при делах. А вот именно журналист Владимир Скачков, вот именно из-за него получается только Крым ушел, да? И это при том, что я еще раз говорю, я ведь в той статье, которую я читал, думаю, ну как можно ее интерпретировать, каким нужно извращенным умом нужно обладать. Я как раз наоборот предупреждал всех, что ребята, если вы не захотите переговоров, будет перестрелка, потом перекличка, потом перекройка территории. Вы даете в руки возможность в руки всем перекраивать Ялтинский мир. Вы следуете по пути там Косово, Тимора Восточного, вы продолжаете разваливать Советский Союз и развалите Украину. Что в этом? За это мне спасибо сказать надо, потому что я провел какие-то аналогии. А нет, Турчинов действительно сдал, его запугали, он сидел двумя ягодицами на двух креслах, они, видимо, разъезжались, сфинкер был напряжен, анус в опасности, и он, конечно же, отдал Крым. Если мы говорим, игнорируя волю крымчан к уходу, это все чисто юридические, политические, эмоциональные всплески. Но есть факт, который нужно смотреть всегда в корень, зрить в корень. Сначала напугали крымчан, спровоцировали, а потом вместо того, чтобы что-либо делать для того, чтобы не терять территориальные, не нарушать территориальные ценности, они просто его отдали. Но я хочу заметить, что раздавать украинские земли начали именно те профессиональные патриоты, которые кичатся и гордятся своей любовью к Ненке. Я имею в виду шельф возле острова Змеиный отдали такие патриоты, на которых клейма негде ставить. Владимир Огрызко и Виктор Андреевич Ющенко с руками, которые... Если вот посмотреть на ситуацию немножко с другой точки зрения, если вот мы проанализируем, кто стимулировал, чтобы Крым вообще был максимально отрезан от Украины. Мы же вспомним всех вот этих патриотов, которые взрывали электроопоры. Мы вспомним всех вот этих патриотов в вышиванках с влагами красно-черными, которые блокировали туда доставку еды, доставку воды, заблокировали крымские каналы. То есть это те люди, которые сделали все для того, чтобы Крым стал максимально автономным и вообще никак не зависел от Украины. И это стимулировало еще и Российскую Федерацию, чтобы они сделали со своей стороны все необходимое, чтобы Крым интегрировался в их ней энергосети и все остальные вот эти вот расклады. И получается, что этих патриотов, я так полагаю, ни одного не привлекли к ответственности за то, что с Крымом произошла такая ситуация. А получается, тот человек, кто предупреждал об этом, кто написал статью об этом, вот на того человека открыли уголовное дело? Я ничего не перепутал? Да, вот чтобы не предупреждал, но гвозди ему в руки, чтобы чего не сотворил, чтобы не писал и чтобы меньше думал, как пел Высоцкий. Но я не об этом хочу сказать. Вся проблема украинских патриотов в том, что они любят не Украину в себя, а себя в Украине. Они же хотят получать деньги не за Крым, не за удержание Крыма, а за борьбу на удержание Крыма. Вот эти все люди, которые рушили ЛЭП, перерывали каналы, перекрывали всякую ерунду, они же ведь не думали, что они отталкивают крымчан от Украины. Они думали, как себя проявить большими патриотами. Как громче всех крикнуть «держи вора!» Как громче крикнуть «я люблю Украину!» Им не нужен был Крым. Им нужна была борьба за Крым, в которой они участвовали бы за большие деньги, которые получали бы как зарплату, которые бы воровали и тырили как на некую борьбу. Это как телеканал ТР или там ЮА1-1. Они получают деньги за что? Якобы за пропагандистскую или за любовь к Украине. А что они и как они ее любят, это никого уже, собственно, не волнует. Я даже не удивлюсь, они работают под откаты, как и положено, как приучили их наши американские друзья из УСИАИ и прочих институтов. Вот в этом причина. Никто не смотрел в суть. Никто не пытался анализировать, что больше враги Украины в Крыму это те люди, которые приехали туда с лозунгом Крым или украинский или безлюдный. Те люди, которые кричали мы приедем и всех вырежем. Те люди, которые кричали, которые запретили русский язык. Потом вернули, запретили, вернули, опять запретили. Такие шатания людям, которые получили возможность уйти, было использовано на все сто. И поведение России я не хочу даже тут анализировать. Ей падал в руки, сам шел такой лакомый кусочек. Самая естественная гавань для кораблей Черноморского флота на всем Черном море. Ну что, до Путина как государственного деятеля и всех остальных просто не поняли бы, если бы они не воспользовались такой ситуацией. А вот еще такое... Это страшное украинцы оттолкнули, а те подобрали. Потом одумались, что бы и отдавай обвинять. Но все было проведено в юридической точке зрения более безупречно, чем тот же Косово. Прецедент на прецедент. То есть фактически если анализировать ситуацию, у нас я так понимаю, уже вскормили вот это поколение, вот эту маленькую группу людей, которая живет для того, чтобы всегда получать зарплату из-за границы. И их главная цель это всегда бороться с Россией, причем не побеждать, не делать каких-то тех действий, которые нельзя будет потом каким-то образом... Чтобы неопротивными были процессы, чтобы действительно Россия взяла и куда-то атаканула и сделала в общем... не захватила эту территорию. То есть фактически вот такой, знаете, проект постоянной антироссии, который просто должен существовать и выполнять четко команды, которые за границей у нас или как это понимать? Да, только самая страшная беда любых грантоедов, соросят, украинских патриотов, профессиональных, борцов за свободу слова, за демократию является то, что они допустим добьются победы. Представляете, если в Украине наступит полная свобода слова, что будут делать профессиональные борцы за свободу слова, получающие за это деньги? Да они будут сами создавать прецеденты или инциденты с зажимом свободы слова, чтобы опять бороться и чтобы получать за это деньги. И точно так же за демократию, за любые права. Представьте себе, что ЛГБТ-сообщество все взяло и уехало куда-нибудь в Канаду. А что делать грантоедам, которые борются за их права? Да они сами друг друга продырявят, чтобы заявиться, сделать каминг-аут и опять получать деньги на борьбу. Вы представляете, что будет с украинскими патриотами, если вдруг они возьмут да и победят Россию? Представляете, они победили, России нет, деньги им не идут, то они ее восстановят заново, чтобы опять с ней бороться. Они Путина восстановят, они его клонируют, водрузят и будут тыкать какому-нибудь очередному Трампу или Борису Джонатину и говорят, вот он, вот он, ребята, бойтесь, вот он, дайте нам денег, иначе вы пропадете, если мы его не поборем. Вот же в чем весь идиотизм. И вот эта вся шушера, для которой по большому счету важна не Украина, а борьба за Украину, они этой страной руководят. Они готовы ее продавать, они готовы подсаживать ее на долговую иглу, они готовы торговаться ею, превращать ее в какую-то неоколонию для каких-то совершенно новых геополитических экспериментов, только для того, чтобы им за это платили деньги. И они даже Украину продают под процентик. Вот они все распродадут, и я уверен, что им есть гарантия, что они уедут с наворованными, там будут жить. Не верите? Я вам показываю двух героев самый такой шикарный процесс. Это Сергей Лещенко и Мустафа Наем. Что эти люди сделали для Украины, кроме того, что подожгли Майдан. Но их держат грантаеды, держат как знак, как жупел, как флаг. Они ни за что. Один 600 тысяч получают, другой 300 тысяч гривен в месяц, работая один день, один день месяц, получая вот такие деньги. Но это же не потому, что денег жалко из бюджета. Бог бы с ними. Это знак, это символ, это призыв ко всем остальным. Будете нам верно служить, будете выполнять то, что выполнили эти два болвана, вы получите то же самое. Ну ладно, не в Украине мы вас вывезем. Вот этот гончарук на самокате в шубе дебил с немытым задом, да, ведь по большому счету от него какая задача? Продай, отдай все. Рябошапка такой же, отдай, продай, ничего, поддерживай. И ты получишь возможность выехать к себе во Францию под Страсбург или куда там и там жить. А на комиссионные от распродажи своей родины. Эти люди, у которых нет Украины там в душе где-то. Эти люди, которые не связывают свою жизнь с Украиной, несмотря на купленные квартиры там у Алены Притулы одолженные и купленные, да, они это всегда можно продать и выбросить. Для них символ тут распродать, отработать, засветиться, получить комиссионные, получить гарантии, что они смогут такими комиссионными там за буром воспользоваться и уехать. Вот же в чем самое... Правят Украиной, как говорил Грушевский, те, кому она безразлична. И это клеймо, это бич, это украинскую та урок, яка она вышла над нею. А вот еще такой вопрос, если вот вернуться к вашему уголовному делу, а какие главные доказательства вам вот предъявили в качестве вот этой, знаете, главной вашей вины? То есть должны же вот были какие-то доказательства? Одна статья, например, 14-го года, это одно. А может быть еще какие-то доказательства привели? Может быть там, знаете, чашка какая-нибудь с росписью Путина или как? Вещественных доказательств у них нет никаких. Они еще вроде бы нашли какое-то мое интервью, то ли Топинформу, то ли кому-то еще интернет-интервью. И там они его тоже сказали, что он очень сильно тут поддерживал ЛНР, ДНР и тем самым расхваливая их, он якобы это дело пропагандировал и толкал людей на сепаратизм. Ну, так можно, ну, господи, боже мой, я еще раз говорю, это же толкование на толкование. Это точка зрения на точку зрения. Я как журналист имею право высказывать свою точку зрения и аргументирую ее. Вот если бы я сказал, ребята, ну, встали и пошли, давайте мы тут замутим Новороссию, замутим еще что-то, еще там, это хоть можно хоть как-то понять. Даже если бы это говорил шуточно, могли бы сказать, что тело, люди поняли это серьезно. Но даже этого ничего не было. Все остальное, что они нашли, я же говорю, они нашли, забрали компьютер, забрали ноутбук, забрали телефон, забрали кредитные карточки, нашли какие-то документы, где я с каких-то мероприятий, блокноты, с которых я описывал какие-то события с участием каких-то российских политиков, забрали, попытались забрать две георгиевские ленточки. Все это дело, вот маленький такой кулечек был сформирован и осталось у них вечную память. Это был такой классный грабеж и все. Все остальное, ну я еще раз говорю, ну нет, не нашли они форму сепаратиста, в которой висит медаль на всю задницу «Спасибо за Крым». Не нашли это, потому что этого нет в природе. Но им надо было что-то, они его, они это дело и искали. Они нашли, ну им было 10 человек, можно было что-то там раскопать. Я повторяю, их задача была выгнать, выгнать и всем показать, что он будет с каждым, кто вякнет. Заразумело. А если вот получается проанализировать, вот почему вы именно все-таки решили уехать с Украины, когда вы видели, что уже обыск, что вам уже назначили суды, что это особо тяжкая статья, то есть что вас побудило все-таки не связываться с украинским правосудием? И почему вы переехали в Россию? Боевики с дубинками под больницей ученых и информация о том, что они сходили сначала то ли в Азов, то ли в Айдар, я уже точно не помню, там им сказали, что мы не будем его убивать, а С-14 легко и весело согласилась за небольшую проплату. меня испугало неправосудие, я готов был доказывать даже в таких вот нечеловеческих условиях, мне четко сказали и недвусмысленно сказали, что тебя сейчас грохнут или превратят в овощи. А я это не страх, это не желание гибнуть непонятно за что и по какому поводу. Конечно, я боюсь тюрьмы, как всякий нормальный человек, конечно, я боюсь всяких там мучений. Я человек, который воспитывался в интернате закрытого типа, я дал себе в 16 лет или в 18 лет, что я буду законопослушным гражданином СССР или там чего угодно тогда и никогда не сяду в тюрьму. Но, видимо, действительно, от тюрьмы и от сумы не заикайся, особенно, если ты становишься, попадаешь между Сцилой и Хариблей, между вот этими жерновами, которые, черти что там мелят. Вот такая ситуация. Мне очень сложно, это обо мне, это очень личное, но я еще раз говорю, я не, я задаю себе вопрос, а судьи кто? Турчинов? Это комсомольское чмо меня будет судить. Или кто? Или Порошенко, или вот эти вот все, или Гюндуз Мамедов, замгенпрокурора, который был прокурором в Херсонской области, жил в Херсонской, отвечал за Крым. Эти, эти вот, извините, шлеперы, которые, по большому счету, их волна вознесла, и они на крови, на слезах, на страданиях угнездились и насилуют эту страну. Я не хочу, я не признаю за ними право, я признаю закон, но я признаю закон, с которым не обращаются, как с дышлом. А они превратили закон, они подмяли, не превратили его, как говорил Шарапов, вместо встречи изменить нельзя, в кистень, которым они лупят по голове всем, кто не согласен. Вот это очень сложный комплекс этих вещей. Я признаю законы Украины, я признаю Украину, я признаю, раз она признана мировым сообществом, это моя, как бы, страна, тут никаких нет проблем. Но я не признаю ничего, что там сейчас творится, не признаю того, во что ее превращают, абсолютно не считаю даже нормальными людьми и достойными гражданами тех, кто это делает. Что наверху, что внизу с дубинами и в камуфляже. Это люди, это проказа, это кроста на теле Украины. А если вот посмотреть, как поменялась Украина уже при Зеленском, если вот мы, вы сейчас могли бы наблюдать, как вот менялся, как менялся кабинет министров, вот как менялась СБУ, как менялась прокуратура, вот сколько вот Сарося тут уже подзаносило западным ветром к нам во властные кабинеты. То есть вот как вы считаете, все вот эти изменения в Украине, которые произошли уже после поражения Порошенко на выборах, они что-то изменили? Вот как изменилась реальная ситуация в Украине и конкретно в вашем уголовном деле? Заявление нового, второго при Зеленском генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой о том, что в Украине нет политических репрессий и политических репрессированных, говорит о том, была ли победа Зеленского, было ли что-то новое или все-таки не было. Это вот, извините меня, как в анекдоте, Вовочка, нет такого слова жопа, а он говорит, ну-ка, Марья Ивановна, как же так, жопа есть, а слова нет. Также вот это, политически репрессированные и есть, именно вы, Кацаба, Тимонин, Муравицкий, Вышинский, милли, их десятки, если не тысячи, сотни тысячи людей, а человек говорит, что их нет. Следовательно, это говорит о том, что с ними, никто с нами разбираться не будет и не собирается. Мы вычеркнуты из повестки дня этой страны. И поэтому я все больше и больше склоняюсь вот к тому предположению, что Зеленский, это Порошенко-лайт, задача которого стать Порошенко-стронг, только в новом обличии. Это сегодня и происходит. Зеленский, Ширмочка, за ним стоит Порошенко, который, и если Зеленский еще говорит, что у нас нет никакой коалиции, то Порошенко прямо говорит, у нас есть новая коалиция, пес, голос и слуги народа. Это говорит о том, что весь этот апгрейд был задуман, с одной стороны, внешними кураторами, и с другой стороны, украинскими олигархами, для того, чтобы избавиться от такого одиозного фигуранта, как Петр Алексеевич Порошенко. Только внешние кураторы ставили перед этим апгрейдом одну задачу, сделать все, чтобы ускоренно распродать Украину, чтобы вынуть из нее все, что им понадобится, все ненужное уничтожить, как конкуренты. То олигархи поставили совсем другую задачу и сейчас ставят под ним, притормозить эту распродажу и произвести ее с учетом их олигархических интересов. И ценой этого внутри олигархического комплекса является остановка большой приватизации. Помните, как этот дурачок в шубе на самокате говорил, что мы подготовили, он пришел, первым делом он сказал, а мы подготовили более 500 предприятий на распродажу, на большую приватизацию. И там и одесские припортовые заводы, порты, и аэропорты, и железная дорога, и все химические. Это требования сарасян. Вот для этого возводили Зеленского, чтобы он, не приходя в сознание, все это дело распродал, получил проценты и свалил. Но пришли олигархи, они вдруг поняли, что вместе с этим там же у них есть свои интересы. И если это все распродать, то они потеряют. И они выдвинули что мы вот, мы меняем, но мы тормозим, мы переписываем протокол распределения, распродажи и распределение прибыли во время этой распродажи. И сейчас никто не говорит о большой приватизации. Все пытаются посадить Украину на большие долги, но тем не менее внутри идет раздерибан и земли, и всех остальных более-менее ликвидных активов. А на самом деле на выходе все равно будет Украину распродадут, но в лучшем случае для Украины с учетом интересов олигархов. Этот парадокс украинский, хранителями украинской собственности и всего, что в ней есть, вдруг стали олигархи. Не народ деморализованный, загнанный нищету, стресс, безнадегу и все остальное, а олигархи, у которых начали что-то отбирать, и они перестали это дело отдавать. Но тем не менее отгрейд власти совершился с некой корректировкой. Но на самом деле по сути это режим антиукраинский, это режим антидемократичный, это режим даже антицивилизационный. Если хотите, это даже новый тренд, это превращение суверенного государства в некую неоколонию, которая существует де юре, существует как независимое государство, имеют все атрибуты, а де факто в ней Украине ничего не принадлежит. Такая некая обкатка новой модели управления первого мира с третьим в новых изменившихся условиях. Я не знаю, коронавирус может что-то внесет какую-то коррективу, но пока обрабатывается вот такая и Зеленский это уже практически Порошенко строн. А вот с вашей точки зрения, еще долго будет у нас проходить абсолютно по всем линиям правительственным, что Украина это некая антироссия. То есть долго ли этот тренд еще будет актуален и долго ли Украину по сути будут делать антироссией и постоянно играть на этом конфликте, поддавливая в своих геополитических интересах Россию ситуация на Украине? Это будет вечно, пока на это будет заказ геополитический и пока под этот заказ будут выделять хоть какие-то деньги. Сейчас украинская власть, украинский вот этот правящий класс и его обслуга, они из последних сил доказывают свою нужность именно как антироссии, агрессивной и вооруженной. И под это дело требуют деньги. И им что-то все-таки дают. Даже сейчас. Вот как только прекратится последний цент затормозиться на границе Украины на это дело, сразу Украина как антироссия испарится. А если найдутся щедрые люди, которые скажут мы платим теперь за превращение антироссии, за избавление антироссии от приставки анти, эти же люди будут лизать в обратную сторону. Разлизывать обратно зализанное. И к сожалению, но я повторяю, сколько это может длиться, трудно сказать, заказ на Украину как антироссию пришел собственно говоря в начале 19 века. Сначала от австрияк, которые червоную Русь хотели заточить, потом поляки этим пробавлялись, потом на рубеже 19-20 веков это стало вообще главенствующей идеей против всех, кто хотел бы ослабить Россию, вызвав внутреннюю смуту в ней, натравив на великоросов, малоросов и белоросов, червоноросов, ну я имею ввиду галичан и всех остальных. Заказ этот имел уже грубо говоря почти 200 лет существует. И у нас одна минута буквально до конца эфира. Сориентируйтесь еще по такой ситуации. У нас как вы знаете церковный раскол постоянно культивируют, вкладывают туда деньги, пиарят. И его даже до сих пор касательно разделения по религиозному признаку у нас постоянно стараются развивать. У нас и дальше будет углубляться раскол, потому что политики и заграничные силы будут его усиливать. Или все-таки у нас как-то поменяется ситуация в этом отношении при Зеленском? Это это как с Украиной антироссией. Пока православные скрепы будут скреплять украинский и русский народ, их будут дробить. Могут быть очень интересные нюансы. Это если ЛГБТ-сообщество посадит в тюрьму патриарха Филарета, который объявил, что именно на полые браки вызвали коронавирус. Это будет нюанс. Тут посмеемся. Это будет еще одна жертва Зеленского, 95-летний патриарх, который поверил, что с Томасом не надо носиться, а Зеленский ему вручат и скажет неси обратно. Это будет интересно, но раскол будет всегда инспирироваться. Религиозные распри это сильнейшее оружие в борьбе за умы, за психологию, за симпатии и настроение. Спасибо вам большое, что вы шли к нам в эфир. Это была программа Без Протокола. Сегодня в гостях у нас был уважаемый и авторитетный украинский журналист Владимир Скачко. С вами был ее ведущий Дмитрий Василец. До скорого. Продолжение следует... Редактор субтитров